Доброе утро! Вы смотрите новости на телеканале ЮАИ ТВ. О самом главном на эту минуту расскажу я и мои коллеги в студии Тимофей Львутин. Олег Сенцов прекратил голодовку. Она длилась 145 дней. В его организме начались необратимые изменения. В своем письме сестре Наталье Каплан Сенцов рассказал, что в сердце начались аритмии с ишемии, почки забились и в любой момент могут отказать, печень увеличилась. Российские тюремные врачи угрожают начать принудительное кормление. Чтобы избежать этого, украинский режиссер сам начнет употреблять пищу. Однако выход из голодовки не менее опасен для его здоровья. Украинский МИД и омбудсмен уже потребовали от России допустить коллегу Сенцову украинских и международных врачей. Подробности в сюжете Юлии Башко. 145 дней борьбы минус 20 килограммов веса. Надорванный организм, но цель так и не достигнута. Это строки из письма Олега Сенцова. Он благодарит всех и просит прощения, что не может продолжить голодовку. В связи с критическим состоянием моего здоровья, а также начавшимися патологическими изменениями во внутренних органах, в самое ближайшее время ко мне запланировано применение принудительного питания. Мое мнение при этом уже не учитывается. Якобы я уже не в состоянии адекватно оценивать уровень здоровья и опасности ему грозящей. По словам адвоката Дмитрия Динзе, Олег Сенцов напишет заявление о выходе из голодовки 6 октября. В Федеральной службе исполнения наказаний ему практически не оставили выбора. Он не хотел уходить из голодовки. Это вынужденная мера, чтобы из него, соответственно, уже не слепили психическое больно, какого-нибудь человека или его очередь, скажем, который будет прикол от кровати в реанимации. Плюс он сейчас не знает, как он сможет выйти из голодовки или не сможет он выйти из голодовки, потому что ему сказали, что у него во внутренних органах начались необратимые изменения. Федеральная служба исполнения наказаний России поспешила объявить. Уже провели консультации с лучшими московскими диетологами, готовые вывести Сенцова из состояния длительной голодовки без осложнений. Меню включает весь необходимый рацион продуктов, который позволит Олегу Сенцову без осложнений выйти из состояния длительного отказа от полноценного питания. Украинский режиссер не принимал твердую пищу 145 дней. Омбудсмен Людмила Денисова требует, чтобы выведение из голодовки проходило под наблюдением независимых врачей. Призываю Российскую Федерацию сохранить жизнь украинцу. Я требую, чтобы ему предоставили независимых медиков, которые проведут полное медицинское обследование. Этих врачей мы можем привезти из Украины или Европы. Бывший политзаключенный, диссидент, глава Ассоциации психиатров Украины Семен Глузман в 70-х годах, находясь в заключении, дважды объявлял голодовку, каждая из которых длилась 4 месяца. Рассказывает, выход из нее болезненный, так как организм крайне истощен. Вспоминает свои ощущения, когда принял решение прекратить голодовку. Какое-то такое странное ощущение. Я не могу это объяснить, мистическое какое-то ощущение приближения смерти. И в это же время мои ноги, кости ног, начали очень болеть. У меня было ощущение, что костный мозг в моих ногах заморожен. Ну, я понимал, что это уже полное истощение. Накануне Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению иск украинского режиссера. В нем Сенцов обвинил Россию в применении пыток против него, нарушении прав на свободу и безопасность. Впервые, по словам правозащитников, индивидуальное дело соединили с межгосударственным. А именно, жалобу Сенцова будут рассматривать вместе с делом об аннексии Крыма. Суд дал правительству России срок до 16 января 2019 года, чтобы ответить на ряд вопросов. Процедура рассмотрения дел в Европейском суде не проходит быстро. Она длится по-разному. Самый лучший срок – это когда дело рассматривается год-полтора. Это быстрое рассмотрение. Однако рассмотрение дел в суде продолжается и до шести, и до восьми лет. Мы надеемся, что решение по этому делу будет быстрее. Но до того момента Россия должна понимать, что ситуация находится под контролем Европейского суда. Крымского режиссера Олега Сенцова приговорили к 20 годам лишения свободы по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджоге офисов партии. Своей вины он не признал. Голодовку объявил 14 мая с требованием освободить всех политузников Кремля. Юлия Башко, Тимофей Сорокин, ЮЭТВ. Двое украинских военных ранены на передовой за минувшие сутки, рассказал ЮЭТВ представитель пресс-центра объединенных сил Алексей Трегуб. Огонь российские оккупанты открывали 19 раз, применяя вооружение, запрещенное минскими соглашениями. Обстрелы вели вдоль всей линии разграничения. В частности, из минометов стреляли по Луганскому на Светлодарской дуге, на Приазовье, Павлополь и Гнутово. А на защитников Камышевахи в Луганской области развернули противотанковый ракетный комплекс. Обстреливали боевики украинские позиции и этой ночью. С начала текущих суток противник из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия трижды отстрелял позиции объединенных сил вблизи населенных пунктов Широкино и Водяное на Мариупольском направлении. Тяжелое вооружение не применялось. Потерь среди личного состава объединенных сил нет. Тайник с боеприпасами боевиков обнаружен на Донбассе вблизи линии разграничения. Схрон с оружием пограничники из состава объединенных сил нашли в одном из заброшенных зданий на окраине станицы Луганской. Взрывотехники проверили место на возможное минирование, после чего полиция изъяла боеприпасы для гранатометов и почти три тысячи патронов. Полиция допускает, этот арсенал боевики готовили для совершения терактов. Три палестинца погибли, 376 ранены в ходе столкновений на границе сектора газа. Об этом сообщает агентство ВАФА со ссылкой на Министерство здравоохранения газы. Отмечается, что израильские военные применяли против протестующих огнестрельное оружие и слезоточивый газ. Массовые протесты палестинцев на границе продолжаются с 30 марта. Они выступают за свое право вернуться на территории, которую вынуждены были покинуть после Первой арабо-израильской войны. А также требуют Израиль и Египет прекратить блокаду сектора газа. До 1648 человек возросло число погибших в результате землетрясения и цунами в Индонезии. Еще 563 числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает Detik News со ссылкой на местные власти. Землетрясение магнитудой 7,5 произошло 28 сентября. Сильные подземные толчки спровоцировали цунами. Город Палу накрыли шестиметровые волны. Десятки домов превратились в груду обломков. Из разрушения дорог доступ в Палу ограничен. Гуманитарную помощь предоставляет десятки стран, в том числе и Украина. Накануне президент Петр Порошенко сообщил, что на остров Сулавеси отправят провизию и лекарства. Покорить горные вершины Хортицы более сотни спортсменов собрались в Запорожье на Кубок Украины по спортивному горному туризму. На скалистых берегах Днепра отрабатывали спасение пострадавшего из ущелья, спуски вдоль отвесного скального склона, переправу через каньоны и реки. За соревнованиями наблюдала корреспондент ЮЭТВ из Запорожья Арина Потоцкая. Ну, собственно, каремат, спальник, палатка и личное снаряжение, жумары для подъема по веревке. Харьковчанин Сергей Русович впервые поднялся в горы в 12-летнем возрасте. Чтобы покорить Хортицкие скалы, сформировал команду из четырех человек. Говорит, такие тренировки помогают при восхождении на горные вершины. Пока на счету не так много вершин, как хотелось бы. Это классический Казбек, Эльбрус, пятитысячники. Были попытки и планы восхождения на пик Ленина, но пока неудачно. И в основном вершины еще впереди. В Кубке Украины по спортивному горному туризму участвуют более ста человек. Среди них как студенты, так и бывалые альпинисты. Туризмом, как я занимаюсь третьего класса, то есть уже 11 лет, 12 будет. То нравится, покорять все, лазить, участвовать. Это интересно. Ну и то есть обидно, что много кто об этом спорте знает вообще. А так вообще прикольно. Ну планируем много покорить еще. Пока молодой, но можно везде побывать правильно. Соревнования проходят на двух дистанциях. Горные препятствия и спасательные технические приемы. Задача каждой из 15 команд – спуститься вдоль отвесного скального склона, переправиться через каньоны реку, поднять пострадавшего на веревках из ущелья. Оля! 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 Оценки участников и оценки всей работы всей команды. На скальных дистанциях они проходят подъем по скальным маршрутам. Каждый маршрут имеет свою оценку в баллах. На каждую дистанцию не более одного часа. Залогом победы и покорения любой вершины здесь считают командную работу и надежность партнера. Арина Потоцкая, Константин Устюжин, Запорожье, Юэй ТВ. Больше актуальной информации вы найдете на наших страницах в соцсетях, а также на сайте телеканала uatv.ua. На этом у нас пока все. Но буквально через пару часов новый свежий выпуск новостей. Спасибо, что остаетесь с нами. Всего доброго и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok